Что, наверное, начнём, да, я так понимаю? Уже все собрались, заинтересованы. Так, зовут меня Крицук Александр, Саша просто. Я являюсь сотрудником компании «Одноклассники». Соответственно, тема нашей лекции, как это видно, называется «Синхронная работа» в андроиде. У вас есть у кого-нибудь опыт разработки под андроид? Все скромно молчат. Ну ладно, что же под этим скрывается? Тема, на самом деле, достаточно обширная, с моей точки зрения. Рассказывать про неё можно многие часы. Ну, я постараюсь рассказать о самых важных, основных вещах. Если кому-то понравится или кто-то заинтересуется, то всё остальное, я думаю, он сможет изучить самостоятельно. Вот. Ну что, давайте начнём. Соответственно, андроид является полноценной операционной системой. Многопоточной в полном смысле этого слова. Поэтому, для того, чтобы понимать, как взаимодействуют процессы, приложения, потоки и так далее, нужно начать немного с азов, если так можно выразиться. Что такое приложение в андроид? В общем, наверное, не секрет. Но и как в любой другой современной операционной системе, приложение – это, в общем, по большому счёту, некое множество данных и исполняемого кода. Сейчас не будем даваться подробностей, в каком виде. Но, тем не менее, в андроиде каждому приложению в момент его запуска соответствует как минимум один процесс. То есть, средственной операционной системы андроид создаётся, грубо говоря, контекст, в который загружается, собственно, данное приложение и передаётся управление тому самому коду, который в приложении находится. В общем случае, точнее, в большинстве случаев, обычно приложение ограничивается одним процессом. Но это не является ограничением. В принципе, никто не запрещает создавать несколько процессов в рамках одного приложения. Соответственно, когда у нас создаётся процесс, операционная система создаёт поток исполнения, который называется главным потоком, он же на самом деле и UI-ный поток, это тот самый поток, в общем, в рамках которого функционируют основные компоненты приложения. Соответственно, к каждому процессу при его создании выделяется память. Память, которую разделяет все потоки данного процесса, но при этом у каждого процесса изолированная друг от друга память, и напрямую обращаться или адресовать её один процесс не может у другого. Для этого существуют специальные механизмы. Создав поток и стартовое приложение «Создав поток», процесс, собственно, в процессе своей жизнедеятельности, грубо говоря, может создавать дополнительные потоки, которые, поскольку андроид, как я уже сказал, является многоточной операционной системой, могут исполняться на разных процессорах, если такое присутствует, на разных ядрах и так далее. По большому счёту количество потоков не ограничивается сверху. Естественно, есть разумные ограничения и связаны они в первую очередь с доступной памятью. Собственно, тут на диаграмме и показано, что у нас создаётся главный поток при старте приложения. Далее в процессе работы приложения могут создаваться дополнительные потоки. Соответственно, они могут назначаться на разные процессоры, если таковые имеются. могут исполняться, в принципе, последовательно на каких-то определённых процессорах, ну и так далее. Собственно, основным языком разработки под андроид, по крайней мере, до некоторого времени, была джава. Собственно, всё то многообразие кода, которое позволяет джава для работы с потоками, ресурсов, естественно, и в андроиде. Собственно, джава сопоставляет любому потоку соответствующий тип объекта, который так и называется, трэд. В любой момент времени всегда можно понять, на каком потоке мы находимся, грубо говоря. Можем запустить другой поток, используя опять же этот же самый объект, ну и так далее. Соответственно, интерфейс Rundable присутствует для определения исполняемого кода, который будет выполняться потоком. Ну, собственно, это всё стандартные вещи. Тут показаны различные варианты старта. Соответственно, новые стандарты, новая версия джавы привнесла дополнительные формы, появились лямбды. Ну, это всё, собственно, как и в джаве. Так, значит, как я уже сказал в самом начале, при старте процесса создаётся главный поток приложения. В общем-то, основное его назначение — это отображение графического интерфейса приложения, или UI, и обработка пользовательского ввода. Это одни из основных задач. Android-приложение — это логически, ну, даже не логически, а разбивается, состоит точнее, из основных компонентов, или, как ещё называют, крепичиков приложения. Одним из таких основных компонентов является Activity, так называемый. Это, собственно, тот компонент, который отвечает за пользовательский интерфейс. Ну, все эти компоненты по большому счёту взаимодействуют или в процессе своего жизненного цикла привязаны к основному или главному потоку. Как же происходит по большому счёту взаимодействие главного потока, или, точнее, какие механизмы в Android-е предусмотрены именно на базовом уровне для взаимодействия между потоками в приложении? Собственно, к основному механизму или основными частями являются некоторый набор классов или типов, которые, собственно, и определяют базовый механизм. К таким типам относятся так называемый лупер, месседж-кью и хендлер. Это, собственно, те кирпичики, которые позволяют, как я уже сказал, повторюсь, на базовом уровне осуществлять взаимодействие между потоками. Что такое лупер? Ну, как видно из названия, это, собственно, цикл. Цикл выборки сообщений, который внутри себя содержит, собственно, саму очередь сообщений. Выборка сообщений в общем случае лупером осуществляется последовательно. То есть, грубо говоря, более ранние сообщения, поступающие в месседж-кью выбираются оттуда лупером соответственно первыми. Ну, естественно, есть исключения. Но это все низкоуровневый интерфейс. А вот для того, чтобы взаимодействовать на более высоком уровне, для логики приложения предоставляется класс, который называется хендлер, который, собственно, и предназначен для того, чтобы он мог, грубо говоря, внутри себя скрывая конкретный механизм передавать данные, передавать исполняемый код, который будет выполняться на соответствующем потоке. И все это как раз осуществляется с помощью хендлера, который, собственно, по большому счету внутри себя создает сообщение, сервизирует его данными, если они есть, или, может быть, исполняемым кодом в виде имплементации интерфейса Runnable. И, соответственно, дальше передает все это луперу, который, соответственно, помещает эти сообщения в MessageQ. Ну и основной метод, который, собственно, присутствует в хендлере в классе, это метод, который позволяет обработать в текущем потоке сообщения, которые поступают через, собственно, лупер и MessageQ. Ну и здесь, как мы видим, показаны основные, 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 для взаимодействия с, собственно, MessageQ через хендлер. Собственно, создание самого хендлера. при этом хендлер всегда во время своего конструирования создания инициализируется лупером. В принципе, эта инициализация может быть неявной. В данном случае она явная, и видно, что лупер здесь берется у главного потока, так называемого, UI-ного потока. создается хендлер, зарезируется лупером, а дальше уже, в принципе, с ним можно работать, управлять сообщения. Ну, здесь приведена немного нестандартная форма, ну, точнее, она стандартная. Соответственно, у хендлера берется текущее, грубо говоря, свободное сообщение, инициализируется параметрами, в данном случае идентификатором сообщения, ну, и дальше, соответственно, направляется саму хендлеру по большому счету, который его обработает уже в рамках потока, связанного вот с тем самым главным лупером. В принципе, никто не мешает послать через хендлер раннабл интерфейс, его, точнее, имплементацию. Соответственно, фактически произойдет то же самое. Этот раннабл будет обвернут месседжем, ну, и, соответственно, обработается в рамках потока, к которому, грубо говоря, этот самый хендлер и привязан, в данном случае главного потока. Значит, здесь в некотором роде повторение от автологии, значит, как я уже сказал, местечки содержат сообщения, каждое сообщение инициализируется либо данными, либо объектами типа раннабл. Хендлер добавляет сообщение в то самое месседжем через лупер. Ну, и, соответственно, мы приходим к одному из самых важных методов, собственно, в самом классе лупер, метод луп, собственно, который реализует так называемый бесконечный цикл выборки сообщений. По большому счету, он является бесконечным только до тех самых пор, пока ему явно через соответствующий метод квит не укажут, что цикл пора завершиться. Соответственно, произойдет выход из метода луп, а дальше, соответственно, поскольку поток у нас по большому счету этот луп содержит, после его завершения завершится и поток. Теперь немного статистики. Как я уже сказал в самом начале, основной поток приложений или поток пользовательского интерфейса, он же UI поток, решает задачи отображения, собственно, то есть графика пользовательского ввода. Есть еще и другие задачи, но это одни из основных. В силу этого крайне не рекомендуется на главном потоке выполнять какие-то длительные операции. Поскольку каждое действие на главном потоке исчисляется путем получения и обработки соответствующих сообщений, то, собственно, сама обработка не должна занимать длительное время. Здесь вот приведена цифра не более 16 миллисекунд, в качестве базы выбирается значение порядка 60 кадров в секунду. То есть, грубо говоря, пользовательский интерфейс должен успевать за одну секунду обновиться примерно 60 раз. Ну и, соответственно, отсюда получается вот эта самая величина. Если какой-то из методов или какой-то из обработчиков сообщений, он же, на главном потоке будет выполняться дольше этого значения, дольше этого времени, рано или поздно проявятся артефакты. Они могут проявляться по-разному. Например, будут заметны артефакты в отрисовке пользовательского интерфейса, то есть вьюх. Возможно, артефакты связаны, поскольку операционная система Android обладает достаточно современным богатым интерфейсом для всяких анимационных вещей. Собственно, будут видны артефакты при проигрывании анимации, будут видны артефакты при взаимодействии пользователя с интерфейсом, поскольку, ну не знаю, там, приложение будет долго реагировать на тачи, ну и так далее. Собственно, вот для того, чтобы таких ситуаций избежать или, по крайней мере, постараться их минимизировать, вот, собственно, такое вот рекомендация или такое ограничение и накладывается на, грубо говоря, жизненный цикл обработчика сообщения на главном потоке. Что же конкретно рекомендуется делать в основном потоке? Если быть более конкретным, то одни из основных минусов, это, например, крайне нежелательно выполнять операции, связанные с файловой системой. Несмотря на то, что файловые системы на Android-устройствах сами по себе в силу специфики реализации достаточно быстрые, тем не менее, они не такие быстрые, как операции, связанные с адресацией оперативной памяти. Крайне рекомендуется выполнять сетевые запросы, естественно, поскольку они являются по времени своего исполнения непредсказуемыми. Операция может затянуться надолго. Нельзя выполнять операции с базами данных, поскольку по большому счету в большинстве случаев, точнее, операции с базами данных опять же приводят к операциям с файловой системой. В принципе, конечно, есть исключения, можно создавать базы данных в оперативной памяти, но, как правило, обращение идет к файловой системе. Понятно, что сложные математические расчеты, обработка графических изображений, декодирование наполнений. Естественно, крайне не рекомендуется выполнять вызовы типа приведенных ниже, заснуть на какое-то время или подождать. В общем, рано или поздно с этими вызовами разработчик сталкивается в том или ином виде. В конце концов, существуют примитивые синхронизации, от которых нельзя отказаться, и для того, чтобы программа работала корректно, рано или поздно вы все равно будете, грубо говоря, что-то ждать. Но это те операции, которые по большому счету оптимизированы с точки зрения производительности. А вот явные вызовы типа вейт, а типа слепа лучше избегать. Собственно, то, что было озвучено вот здесь, по большому счету в большинстве приложений является так называемой бизнес-логикой. собственно то, что формирует модель данных внутри приложения. Поскольку эти данные формировать крайне рекомендуется на главном потоке приложения, естественно вытекает что главного потока мало. Поэтому для решения задач в общем случае необходимо использовать так называемые фоновые или бэкграунд потоки. Что же для этого нам предоставляет Android на данный момент? значит собственно поскольку мы говорим о языке Java то естественно в Android присутствует у разработчика такой класс который называется Executor это собственно интерфейс который позволяет выполнить операцию в фоне какое-либо действие. В Android есть своя специфика в частности например она представлена таким классом как SyncTask собственно он как раз изначально разрабатывался и проектировался для того чтобы им удобно было пользоваться прямо по месту где вы грубо говоря работаете со своими UI компонентами с фьюхами то есть чтобы задачу можно было просто шедулить через SyncTask они там обрабатывались и соответственно корректно возвращались результаты опять на UI поток Android предоставляет также такие типы данных как Loader это целый набор собственно это уже грубо говоря следующее если так можно выразиться поколение AsyncTask улучшенный AsyncTask AsyncTask и Loader по большому счету внутри себя или под капотом используют те самые основные примитивы которые предоставляются самой операционной системой Android точнее SDK а именно и хендлеры и луперы и месседжи так называемые хендлер треды чуть позже про них поговорим все и косила так поскольку сейчас мы окунемся в взаимодействии с фоновыми потоками то перед этим есть несколько замечаний по большому счету в любом в любой современной операционной системе многопоточной будь это Android там будь это iOS создание потока это достаточно дорогая операция она дорогая как и по длительности так и по используемым ресурсам как правило в Android по умолчанию выделяется при создании потока в общем немаленький кусок памяти для так называемого стека как правило это 1 мегабайт плюс надо учитывать что активное создание потоков приводит к тому что лавинообразное их увеличение по большому счету может привести к сильной деградации производительности самого приложения даже если подавляющее большинство например или просто если большинство потоков вашего приложения находится в так называемом спящем режиме или в общем по большому счету ничего не делает потому что чем больше потоков у вас приложения тем больше грубо говоря необходимо как минимум памяти для хранения их контекстов а когда у нас идет переключение на другой поток выполняется операция переключения контекста все это выполняется в рамках операционной системы но тем не менее эта операция достаточно быстрая но нельзя сказать что она мгновенная поэтому чем больше у вас потоков чем чаще у вас переключаются контексты тем тяжелее грубо говоря приложению в разумных пределах быстро выполнять код поэтому поток это сильный инструмент но им надо пользоваться в разумных пределах часто попадаются приложения которые буквально при старте своем сильно не стесняясь могут зарезервировать пул из потоков который изначально состоит из нескольких десятков а то и сотни потоков такое бывает в общем такого поведения лучше избегать в общем для того чтобы можно было не создавать дополнительные потоки которые по большому счету большую часть своего времени будут простаивать существуют специальные примитивы специальные типы которые позволяют грубо говоря переиспользовать уже созданные потоки и выполнять задачи собственно на этих потоках не создавая и не уничтожая текущие собственно как правило имплементация экзекьютора они подразумевают использование некого пула то есть это некоторое множество как правило ограниченное потоков которые менеджатся самим пулом они могут когда необходимо наращивать свое значение когда собственно задач нет они могут сходить до нуля но как бы это все задачи реализации а чисто прикладная задача программиста это грамотно их использовать и собственно ну здесь приведены примеры как через экзекьютор полагается что справа от равно есть некая имплементация вызывающая наверное пул потоков вот мы собственно экзекьютим на этом пуле точнее шедулем задачи так ну что все отказали пойдемте дальше тип называется сингл трет экзекьютор ну как я сказал уже это собственно из названия видно это тип который позволяет создать один поток и собственно его использовать для исполнения задач все задачи будут исполняться в рамках одного потока следовательно будут исполняться последовательно независимо от того сколько мы задач не запостили это так называемое сериализованное выполнение собственно ну здесь приведена понятно как я уже сказал схема как происходит выполнение полагается что у нас слева главный поток справа экзекьютор нам предоставляет возможность выполнить задачи в фоне который шедует с главного потока вызывает свой экзекьютор метод экзекьютор для трех задач ну и соответственно они выполняются последовательно одна за одной в рамках поступления есть как я уже опять же сказал класс тип который называется threadpool собственно это имплементация экзекьютора которая подразумевает использование более чем одного потока соответственно задачи могут исполняться одновременно если так можно выразиться при этом естественно поскольку они выполняются одновременно то говорить о порядке выполнения бессмысленно потому что он не гарантирован ну и соответственно опять же пример пул состоящий из трех потоков собственно если у нас есть три задачи то вот они все будут скорее всего отшедулины то есть направлены отдельный поток первая задача на первую вторую и третью и так далее ну как правило бывают исключения собственно это был такой экскурс в основные компоненты ну понятное дело что поскольку среда многопоточная и исполнение кода приводит к тому что данные могут меняться параллельно для того чтобы параллельно меняющиеся данные не испортились или все время находились в актуальном состоянии в операционной системе существует дополнительные примитивы которые позволяют синхронизировать доступ позволяют одновременно одновременно выполняющимся задачам по большому счету использовать общие данные и выполняться последовательно ну и так далее для этого существует дополнительные пэккеджи дополнительные классы в общем для того чтобы корректно работать с потоками вот дополнительные разделы которые скорее всего придется но уже изучить самостоятельно потому что про это можно рассказывать еще очень долго так что же еще есть в андроиде для того чтобы мы могли выполнять задачи в фоне в андроиде в андроиде такой компонент который относится к одному из компонентов приложения который называется сервис собственно он как раз и предназначен для того чтобы приложение могло выполнять задачи связанные с длительным ходом по времени в фоне при этом эти задачи используя компонент сервис могут выполняться таким образом что по большому счету они никак не пересекаются с пользовательским интерфейсом точнее сам сервис проектирован таким образом что непосредственно не связан с UI ну и соответственно его жизненным циклом это грубо говоря вещи достаточно независимые в принципе в принципе поведение сервиса таково что в некоторых ситуациях приоритет который ему назначается может быть даже выше чем например у активити который отвечает за отрисовку пользовательского интерфейса в тех ситуациях например когда оно активити становится неактивным то есть грубо говоря не находится в фокусе ввода пользователя или вообще становится например невидимым в этом случае сервис может получить даже более высокий приоритет на исполнение операционной системой чем соответственно активити и более того в случае возникновения ситуации например связанных с нехваткой оперативной памяти скорее всего андроид не завершит сервис а скорее завершит активити который находится в таком состоянии есть достаточно современная особенность у сервисов они могут получать еще более высокий приоритет через специальный метод таким образом с одной стороны как бы находясь в фоне для операционной системы они будут являться сервисом так называемого переднего плана то есть это тот сервис который будет только в самой критической ситуации возможно остановлен самой операционной системой ну и соответственно поскольку сервис является основным или базовым компонентом приложения то для упрощения жизни есть его наследники одним из таких наследников является интенс сервис так называемый это собственно тот сервис который вам позволит выполнить задачи в фоне последовательно то есть все входящие запросы на исполнение какого-то кода они будут выполняться последовательно одна за одной и реализовано это как раз с помощью того самого хендлер треда мы поговорим чуть-чуть позже который внутри себя по большому счету не по большому счету а внутри себя используют те самые луперы те самые месседж-кью и собственно сам хендлер поэтому так и называется хендлер тред ну и соответственно после старта сервиса он выполняет все запросы и соответственно по завершении последнего запроса сервис завершается соответственно при завершении вызывается метод хендлер тред квит который собственно вызывает квит у лупера ну и тот самый поток завершается вот дальше начинается более интересные вещи и соответственно связаны они уже непосредственно взаимодействием между фоновыми потоками и главным потоком приложения а именно публикации так называемых результатов в главном потоке приложения соответственно как я уже сказал можем использовать например экзекьютор который в фоне например загружает картинку а дальше после того как картинка загружена декодирована возможно как-то обработана дополнительно мы можем эту картинку передать в главный поток приложения соответственно указать имидж view это у нас view которая собственно эту картинку рисует и по большому счету забыть то есть по большому счету вот такого кусочка кода достаточно для того чтобы в activity например через экзекьютор загрузить картинку и отобразить ее но естественно есть подводные камни в общем здесь нарисован оптимистичный вариант поведения когда мы при создании activity запускаем экзекьютор он что-то грузит в фоне например картинку а дальше сообщает activity главному потоку о том что картинка загружена передает ее ну и дальше происходит обновление UI мы видим результаты но есть случаи когда такая ситуация может закончиться плачевно без дополнительных усилий никто не запрещает до например загрузки картинки в общем случае activity завершить ну например пользователь сам это сделал соответственно в activity есть пограничные методы которые инициализируют грубо говоря жизненный цикл create destroy после вызова destroy по большому счету activity дестроится и даже если вы сохраните ссылку на это activity например в экзекьюторе то работать с этой activity после этого уже нельзя потому что поведение при попытке обратиться к методам activity к полям вообще говоря могут привести к разным к разным плачевным ситуациям и в данном случае поведение что называется undefined вот очень легко получить тот самый crash когда при попытке например не знаю там засетить картинку вы получите exception или ошибку указывающую на то что это activity уже грубо говоря не обрабатывается соответствующим виду менеджером и ничего с ним сделать нельзя вот собственно это есть так называемая проблема жизненного цикла когда у вас есть некая фоновая задача которая исполняется по большому счету независимо от жизненного цикла главного потока и доставка или публикация результатов обратно на главный поток может привести как раз к тому что собственно доставлять результаты уже будет некому как же как же быть в такой ситуации как избегать подобных ошибок собственно решение достаточно тривиальное и простое естественно перед тем как работать с этой activity можно проверить оживали она сейчас до сих пор для этого есть целый набор методов ну как часто это бывает в андроиде к сожалению нет отдельного метода который бы вам позволял определить жива ли activity или она уже умерла для этого можно к сожалению часто пользоваться все время каким-то набором непонятным у activity есть такой метод который называется finish который вам в случае если бы вызван он destroy вернет true соответственно у view которая грубо говоря создается и живет в рамках activity есть метод который проверяет приотачено ли это view к window менеджеру или точнее к окну который собственно и по большому счету позволяет нам увидеть все что рисует view или нет но если речь идет о фрагментах которые предоставляют пользовательский интерфейс в рамках activity можно обратиться к методу get activity проверить не нулевой он как видно что однозначно одного метода нет посмотрим на собственно async task который как раз был разработан для того чтобы упростить программисту работу по взаимодействию между фоновым потоком и основным потоком стандартный сценарий который присутствует в большинстве приложений это собственно как я уже говорил загрузка картинки из сети соответственно пока картинка загрузится мы показываем соответствующую индикацию ну и соответственно после загрузки скачивания мы эту картинку отображаем вот у самой async task есть набор пара набор методов которые которые выполняются в разных потоках собственно основной метод который предназначен как раз для того чтобы выполнять длительную операцию в фоне так и называется doing background где принимает на вход набор параметров которые определяются самим разработчиком при определении async task соответственно есть метод execute которому передается тот самый набор и который по большому счету инициирует выполнение async task соответственно вызывается он в главной нитке приложения то есть грубо говоря в activity а дальше выполнение передается в doing background и так далее ну и соответственно по завершению работы по завершению загрузки картинки вызывается метод post-execute он post-execute который уже выполняется в главном потоке приложения и по большому счету в этом месте можно собственно уже этот главный поток точнее вьюхи activity и так далее обновлять вот есть дополнительные методы если они необходимы которые позволяют например использовать прогресс и публиковать текущее состояние загрузки ну или выполнение какой-то длительной операции метод этот паблиш прогресс он как раз проектирован таким образом чтобы его можно было вызывать из фона потока то есть например из метода doing background соответственно это все приводит вызов этого метода приводит к выполнению соответствующего обработчика или callback который уже вызывается на UI нитке ну и соответственно называется non-progress update собственно это все наверное понятно естественно ну и соответственно здесь на схеме предоставлены показаны основные моменты связанные с использованием асинктаск видно что момент создания activity в методе в обработчик concrete мы создаем асинктаск вызываем у него метод execute соответственно стартует фоновый поток и соответственно вызывается метод doing background в фоне на этом потоке в процессе его работы периодически вызывается publish progress в принципе это не обязательно но если мы хотим показать текущий прогресс который в общем приводит как раз к ответным вызовам уже на главном потоке соответствующих callback on progress update вот ну и соответственно уже конечный результат у нас публикуется через on post execute ну вот типичная singtask называется get image task собственно все стандартно переопределяем метод doing background дальше грузим картинку через какой-то утилитарный метод по переданной обрабатываем ошибки если они возникают собственно результат который вернет doing background он как раз и будет опубликован уже на юйном потоке посредством вызова callback on post execute важно увидеть что при определении класса get image task который наследуется от async task мы собственно и заявляем какой тип данных будет получен на выходе после того как отработать метод doing background это bitmap то есть картинка по большому счету растровое изображение ну и собственно вот то чем я говорил создание нашей activity собственно в конце мы как раз создаем эту task вызываем у нее метод execute и собственно здесь не указан url подразумевается что он каким-то образом эту task передается возможно он как константа там указан ну и так далее в общем еще один момент который нужно отметить связан с тем что async task проектирован таким образом что по умолчанию при вызове метода execute он использует single thread executor то есть он создает один поток и в этом потоке обрабатывает все запросы в принципе никто не мешает и для этого в async task предусмотрен соответствующий метод передать executor специально например ваш кастомный executor который например будет реализован с помощью пула потоков соответственно можно будет используя эту task выполнять несколько параллельных запросов но по умолчанию вот она ведет себя так соответственно все запросы выполняются последовательно ну как я уже говорил возможно использовать индикацию прогресса загрузки если она необходима что мы видим здесь ну собственно мы видим как раз простейшую реализацию то есть повторение по большому счету но с использованием индикации загрузки вот соответственно он прогресс ченжет вызывается в фоновом потоке публикует через метод паближ прогресс результат текущего состояния загрузки который в итоге приводит к тому что вызывается он прогресс апдейт уже на главном потоке или на юайном из которого в общем по большому счету можно напрямую обращаться уже непосредственно к юайным компонентам activity ну если они соответственно ссылки на них доступны в данном случае подразумевается что этот класс get image task реализован внутри грубо говоря класса вашей activity ну и соответственно имея скрытый указатель обращается например непосредственно уже в прогресс апдейте прогресс бару задает ему соответствующее состояние загрузки вот собственно то о чем было сказано по поводу возникновения ситуации когда результаты доставлять некому в андроиде по умолчанию если вы превращаете свое устройство например телефон то по умолчанию как правило если это специально не указано ваша activity пересоздается соответственно вы можете в такой ситуации получить состояние когда после поворота экрана или после поворота телефона данные которые будут получены например картинка будут относиться фактически не к предыдущей изначальной activity который например у нас при создании при запуске приложения было в портретном режиме предположим а после поворота в landscape то есть android убивает текущие activity и пересоздает его уже для другой ориентации создается другой экземпляр соответственно это как раз та самая ситуация когда по большому счету данные которые были получены в фоне необходимо опубликовать или доставить не activity из которой собственно инициирована фоновая задача была а как раз текущему экземпляру новому вот собственно ну как я уже сказал это все просто написано task у нас async task у нас продолжает работать нужно ее уведомить о том что было создан новое activity как раз для ситуации когда при смене ориентации у нас activity пересоздается ну и соответственно при создании новой activity было бы неплохо проверить было ли уже запущена async task от предыдущего экземпляра если да то собственно использовать ее иначе в противном случае мы легко получим ситуацию я это покажу чуть позже на примерах когда вращая телефон вы будете получать все время одни и те же задачи которые по большому счету будут повторять выполнение для уже загруженных данных ну и соответственно все так молчат я так понимаю что если есть вопросы вы лучше задавайте сразу спрашивайте опять возвращаемся к нашей задаче к нашей async task для загрузки картинки немного ее совершенствуем предположим что наша активити называется load image activity соответственно при создании async task мы тут конечно ошибка написано это image task подразумевается мы в конструкторе передаем собственно саму активити которую запоминаем в task есть еще дополнительный метод attach activity вот собственно тот самый метод дополнительный который необходим в тех ситуациях когда у нас после смены например ориентации activity пересоздается и нам нужно проинформировать задачу async task о том что activity поменялась чтобы результат загрузки был опубликован уже в новом activity видно что сама task объявляется как static класс подразумевается что собственно она определяется в рамках класса activity соответственно скрытая переменная отсутствует для доступа собственно к activity поэтому само activity передается в конструкторе и плюс дополнительно может быть задано в методе через метод attach activity вот то есть по большому счету смысл в том статика данном случае что сама task не хранит по умолчанию или скрыто ссылку на activity который собственно эту task создает и запускает метод update view понятен соответственно он вызывается всякий раз тогда когда у нас либо есть данные либо соответственно меняется activity для того чтобы эти данные в activity опубликовать называется метод update view так ну собственно проблема в данном случае заключается как раз в том чтобы научить нашу async task в случае когда например activity пересоздается продолжать выполняться и более того нам нужно уметь переиспользовать эту task в том случае когда у нас создается новый экземпляр activity чтобы не да нет совершенно не обязательно сейчас чуть-чуть попозже что мы здесь видим видим что у нас есть activity у нас есть task здесь указан точнее переопределен метод который называется retain non-configuration instance собственно этот метод как раз вызывается тогда для activity текущей активной находящейся на переднем плане когда например у нас меняется ориентация устройства мы поворачиваем телефон если специально для данной activity не указано что она умеет обрабатывать такие ситуации то android по умолчанию то activity убьет то есть вызовется метод on-de-story и после смены ориентации создаст новое activity так вот перед тем как убить текущей activity то есть вызвать on-de-story есть возможность в таких ситуациях указать activity менеджеру грубо говоря о том что есть некий объект который должен продолжать жить между пересозданием activity то есть время жизни у этого объекта больше чем время жизни у activity который его создает для этого как раз предусмотрен метод который называется on-retain on-configuration instance если мы его переопределим и вернем нашу таску то при создании нового экземпляра activity мы эту таску сможем получить обратно если приложение завершается то оно не будет храниться в случае если у вас есть activity и вы поворачиваете телефон то данный кейс не рассматривается как завершение приложения данный кейс просто рассматривается как пересоздание UI но это историческая на самом деле проблема в андроиде изначально в принципе нельзя было обрабатывать такие ситуации потом появилась возможность уже указывать конкретно для данной activity что она умеет обрабатывать например смену ориентации но то есть поворот телефона не рассматривается как завершение соответственно когда у нас создается новый экземпляр если здесь каждый раз когда вызывается метод oncreate activity всегда передается так называемый бандл или пакет данных который может использовать для сохранения предыдущего состояния activity то есть если activity был удален в смысле при смене ориентации убит то есть был вызван метод ondeстрой перед ним всегда перед вызовом ondeстрой если есть необходимость можно в этом самом бандле для этого тоже есть специальный метод сохранить свое состояние которое потом при создании нового инстанса будет передано oncreate и можно будет собственно эту activity которая пересоздается сразу же провинциализировать последним состоянием вот на самом деле если у вас instant state не равен не null это говорит о том что activity пересоздается и в общем используется в данном случае для того чтобы попытаться восстановить собственно async task которую мы сохранили вот в предыдущем который мы создали в предыдущем экземпляре activity и сохранили через вызов через перепленный метод onretainonconfigurationinstance вот в принципе на самом деле никто не запрещает вообще не проверять saved instance state по большому счету они слабо связаны можно просто сразу обращаться get last on configurationinstance и пытаться получить task которая уже была запущена если в принципе task не было запущено здесь вернется null то есть если мы либо метод не определили либо task не было попытка приведения null get image task в общем нам вернет null ну и соответственно мы поймем в данном случае ниже что task еще не было создано поэтому создаем ее в конструкторе передаем как раз ссылку на себя на activity и сразу же начинаем ее выполнение вот если task не нулевая это означает что она уже была запущена и вот в такой ситуации для того чтобы результаты работы task опубликовались в нашем новом инстансе activity чтобы они были корректно опубликованы как раз и нужен тот самый метод про который я говорил attach activity то есть мы таким образом меняем ссылку на текущий экземпляр activity и соответственно singtask внутри метода attach activity вызовет метод update view который немедленно использует этот указатель собственно если есть например загруженная картинка он ее обновит уже в новом instance activity вот собственно сейчас попробуем посмотреть как это все работает на примерах слова словами соответственно вот у нас есть проект который называется так и называется таски как он должен работать в правильной правильной ситуации здесь у нас опять не видно сейчас сейчас это я просто переключусь на нужную ветку и все увидите сейчас мы запустим эмулятор и посмотрим как выполняется задача сейчас я просто вкратце опишу что происходит так лучше или тоже плохо на сейчас значит у нас есть activity здесь называется немножко по-другому называется нит splash activity собственно не он включен включен можно попробовать его переключить что же такое лучше не стало не видно так ладно тут недолго давайте так значит собственно весь код внутри метода oncreate про который я говорил собственно здесь и отображен при создании activity мы проверяем было ли запущено асингтаска загрузки картинки соответственно если таска не запущена мы ее создаем и сразу же вызываем метод execute ну и соответственно если таску мы получили соответственно мы ее инициализируем новой activity которая сразу же обновит данные если у нас есть картинка если у нас есть состояние прогресса загрузки соответственно вызовут соответствующие методы дальше тот самый метод на рейт nonconfiguration instance переопределенный который возвращает нам эту просто таску он будет вызван всякий раз перед вызовом методом destroy ну а дальше собственно состояние загрузки сама таска которая собственно инициализируется activity в конструкторе и в методе doing background использует дилетарный метод загрузить файл собственно тут всего 4 класса вот сейчас я про этот пример расскажу собственно это та ситуация точнее здесь указана реализация кода в той ситуации когда асингтаска будет работать правильно то есть грубо говоря в случае например когда у нас устройство будет перевернуто мы увидим что результат загрузки не изменится то есть мы запустим сейчас я сейчас запущу приложение у нас создастся activity произойдет загрузка после этого я переверну устройство эмулятор в данном случае и повторная повторная загрузка не будет инициирована то есть будут использоваться результаты из таски которая уже отработает собственно о том как происходит загрузка нам сообщит лог там все хорошо будет видно давайте посмотрим не картинка я конечно извиняюсь а файл будет грузиться в файл с городами так где там наш симулятор русский не будет у меня сети нет так а там было без пароля ну вот соответственно сейчас мы перезапустим другая задача да загрузился вот он запустился загрузился файл соответственно мы повернули устройство у нас изменилась ориентация пересоздалась activity и видно что прогресс его состояние не поменялось если мы сейчас посмотрим внимательно на лог то увидим что задача выполнена ровно один раз но здесь не очень понятно еще раз ее перезапустить что не было видно поворачиваем устройство устройство медленно поворачивается еще раз бывает вот ну и смотрим налог видно да что здесь вот у нас идет непрерывное изменение состояния загрузки от нуля до 100% все после этого повторной загрузки не было собственно таска отработала один раз хотя activity пересоздавались соответственно это в принципе корректная реализация извиняюсь не то показываю вот собственно то как взаимодействие между activity и async task должно происходить но видно что в общем async task позволяет не заниматься грубо говоря ручным написанием взаимодействия юайного потока и фонового потока например используя те же самые хендлеры луперы или там хендрер треда и так далее вам достаточно создать свой класс унаследовать унаследовать его от async task и перереподелить небольшой набор методов и собственно написать реализацию но особенностей тоже хватает как видно async task автоматически не способна как раз распознавать такие ситуации когда конечный таргет для которого необходимо выполнить паблиш поменялся или его больше не существует поэтому к сожалению дополнительный код писать приходится например если мы напишем реализацию проще и не сильно заботясь о том что так это то что нам нужно корректно работать с task то что произойдет значит ну например предположим что мы вообще не используем асинтаску как я говорил уже о том что так нежелательно поступать попробуем посмотрим что получится вызвать попробуем загрузить файл файл достаточно большой порядка 20 мегабайт порядка 3 мегабайт в запакованном виде архив с городами посмотрим что произойдет если мы попытаемся его загрузить прямо в юайном потоке посмотрим что из этого получится вот на самом деле на самом деле сейчас в андроиде просто так попытаться выполнить сетевой запрос из главного потока приложения просто так не получится как раз при попытке это сделать андроид нам об этом сообщит в виде эксепшена который так и называется Network Online Threat Exception и который как раз для таких ситуаций предусмотрен для того чтобы программист не занимался идиотизмом и не пытался выполнять длительные сетевые операции но и на потоке которые в общем случае приведут к тому что ваше приложение просто зафризится и будет снято то есть убито давайте посмотрим в принципе есть трюк который позволяет избежать данного эксепшена данной ошибки в такой ситуации собственно вот здесь вот он указан вот можно в общем поменять политику поведения в данной ситуации ну понятное дело что так лучше не делать ну метод download file тот же остался вот давайте запустим посмотрим вот запустилась наши activity и белый экран белый экран и ничего посмотрим что у нас в блоге а в блоге у нас в блоге у нас почти ничего нет в общем если бы мы не попросили специально поменять политику через вызов метода thread policy о том чтобы он сильно не ругался в случае вызова сетевой операции 0.0 нитки то мы увидели собственно падение приложения exception в блоге но поскольку exception нет то мы увидели при старте белый экран ровно на тот промежуток времени в течение которого у нас происходила загрузка файла собственно хоть файл достаточно большой но в принципе грузится он не так уж слишком долго поэтому операционная система наше приложение оставила живым и не убила что называется потому что в принципе сейчас приложение может быть снято если на главном потоке не происходит обработка сообщений достаточно короткий промежуток времени вот так здесь в общем есть людьми вот мы посмотрели в данном случае вариант исполнения первой example 2.1 то собственно о чем я говорил собственно то то самое эти примеры публикую и можно будет с ними поиграться собственно описание теперь посмотрим следующий вариант реализации в котором мы будем использовать все-таки асинк таску но будем использовать ее тоже просто соответственно не мудрство и лукаво соответственно в чем у нас разница с предыдущим примером разница в том что здесь мы все-таки создаем асинк таску вызываем у нее метод экзекьют дальше она честно выполняется и если видно здесь у нас так называемый вложенный внутренний класс объявлены внутри класса activity который во время создания инстанцирования экземпляра этого класса имеет скрытый указатель на активите или на контекст внутри которого он создан соответственно в общем имея этот скрытый указатель можно обращаться к полям контекста в данном случае activity прямой вызывать у них методы соответственно в пост экзекьюте который будет вызван на главном потоке приложения мы сможем в случае когда загрузка будет закончена обновить UI соответственно загрузка та же самая но и как видно единственное отличие по сравнению с корректным примером заключается в том что здесь мы не проверяем о наличии уже предыдущей предыдущего инстанца асингтаска если он был создан мы более того мы его не сохраняем между пересозданием активити через соответствующий метод а каждый раз при создании активити создаем собственно асингтаску которая каждый раз при повороте устройства при повороте экрана соответственно будет выполняться ну и результат наверное предсказуем если мы запустим наше приложение мы увидели что у нас выполнила загрузка дальше мы повернули загрузка опять выполнилась хотя данные уже были загружены ну и так далее вот собственно фактически взаимодействие сингтаски и активити сделано полностью как раз за исключением того случая когда нам необходимо предусмотреть возможность пересоздания активити вот ну и соответственно последний не очень корректный пример в общем-то по большому счету здесь разница не сильно большая по отношению к предыдущей версии вот ну за исключением того что здесь дополнительный элемент UI загрузилась наша задача ну и все собственно то же самое то есть кстати этот вариант можно на самом деле продиагностировать с использованием хрома там есть соответствующие SDK который позволяет просто увидеть как выполняются сетевые запросы каждый раз когда мы переворачиваем экран поворачиваем устройство и каждый раз пересоздается таск и выполняется запрос на всей разнице вот ну а дальше остался пример который я показал в самом начале который работает корректно и обрабатывает ситуации еще раз мы его посмотрим когда когда у нас активити пересоздается значит в общем вот этот метод он как раз предназначен как я уже говорил для того чтобы мы могли как бы воспользовавшись средствами самого андроида сохранить некоторое количество данных точнее задач задачу между как раз в том случае когда у нас по какой-либо из причин связанных с изменением конфигурации он non-configuration instance это в общем та ситуация когда этот метод вызывается той ситуацией когда у нас не обязательно в большинстве случаев это связано с переворотом экрана но не обязательно меняется конфигурация то есть окружающий грубо говоря activity собственно да да пожалуйста кто этот метод да этот метод он на самом деле если вы пройдете в его изначальное определение то увидите что он помечен как deprecated связано это с тем что он был добавлен до того как были добавлены фрагменты поддержка фрагментов а в случае если мы используем фрагмент activity для этого как раз для фрагментов предусмотрен другой метод в фрагмент activity вот этот метод объявлен объявлен в final то есть вы не сможете его переопределить соответственно не сможете вернуть грубо говоря async task вам придется уже для каждого конкретного фрагмента фрагмент это на самом деле грубо говоря небольшой кусочек UI который можно переиспользовать например в разных activity если он сделан достаточно корректно изолирован в принципе фрагмент он может быть не только UI он может вообще не содержать UI интерфейс может быть как раз связан исключительно с бизнес логикой но в такой ситуации как раз существуют другие механизмы для того чтобы его использовать считаем что фрагмент это у нас UI кусочек так вот для того чтобы этот UI кусочек если он создает async task смог его переиспользовать нужно использовать переопределять метод это retain instance вот потому что фрагменты создаются живут внутри фрагмент activity а в ней метод он retain configuration instance переопределяется и объявляется как final я уже говорил вот ну по большому счету суть от этого не меняется здесь еще есть один очень важный момент связан вот с чем хотя у нас download task объявлено статиком и мы явно инициализируем указатель reference на activity для которой она загружает данные либо в конструкторе либо методе attach activity и неявной ссылки неявного указателя не содержится но тем не менее если вы обратите внимание то в методе oncreate в конструкторе мы передаем указатель на activity если у нас происходит вызов методу destroy activity дестроится перед этим вызывается метод onretain new configuration instance и мы возвращаем download task который сохраняется между фазами значит который сохраняется при пересоздании activity соответственно download task в момент пересоздания будет себе содержать ссылку на предыдущий экземпляр activity естественно до тех пор пока эта ссылка будет содержаться в download task это activity хоть у нее и будет вызван метод ondeстрой но по большому счету для garbage коллектора будет недоступна ровным счетом говоря проще это означает что у нас получится висящая ссылка либо утечка памяти потому что activity по большому счету недоступна память она занимает после того когда activity будет пересоздана и у нового инстанса activity будет вызван метод oncreate мы получим таску старую для этой таски вызван метод attach activity соответственно внутри этого метода указатель на activity будет проинциализирован новым значением соответственно старое значение у нас перестанет быть связанным и соответственно старый предыдущий экземпляр activity будет доступен для garbage коллектора если больше ничего не будет держать память будет полностью освобождена в принципе ничего страшного здесь нет скорее всего так все и произойдет но теоретически возможны ситуации когда мы вернем async таску она сохранит у себя будет хранить у себя указатель на instance activity который будет уже задестроен оно не будет создан по какой-либо причине в принципе такие ситуации возможны они маловероятны но тем не менее возможны и тогда как раз получится ситуация когда у нас собственно эта самая утечка памяти и произойдет так вот собственно это общее правило общий подход если вы не уверены так сказать до конца что ничего страшного не произойдет и предусмотрели все кейсы то в общем можно поступить так но если есть неуверенность не только кстати это касается в данном случае взаимодействия activity асинк таски то лучше лучше перед тем как вернуть до угла таск как вы думаете что сделать а как стереть что стереть как ну как занулить ну правильно вызов метод отчетивить и передать туда ну ничего страшного не произойдет внутри метода attach activity здесь будет null вызовется update view update view у нас вроде как корректно написано видимо что он проверяет на null ну и соответственно в случае null ничего не делает соответственно после того когда activity будет пересоздана и опять же вызовется метод attach tity с новым указателем с новым референсом опять вызовется update соответственно данные загрузки будут опубликованы уже для нового инстанца вот поэтому наверное наверное я бы так поступил я бы здесь все-таки написал метод attach и передал сюда null вот ну и для того чтобы убедиться что это ничего не сломал на что он у нас ругается на что не нужно ругаться символ странный вот собственно у нас произошла загрузка вот мы повернули к 9 и обратно загрузка уже не происходит потому что данные были загружены ничего не падает и будем надеяться что activity старое убивается ну действительно так вот но в данном конкретном случае для данного конкретного тестового примера на самом деле вызывать attach activity не обязательно я это на этом акцентировал внимание именно для того чтобы вы поняли что в принципе если у вас есть неуверенность то лучше подстраховаться лучше конечно понимать лучше подстраховаться ну насколько я понимаю здесь в зале присутствуют люди которые программируют по java скажите мне есть ли какие-то классы которые позволяют у нас нам хранить указатель на какой-либо объект причем этот указатель будет так называемая жесткая ссылка мягкая кто знает как называется такой класс ну java есть так называемый класс который называется weak reference или слабая ссылка в них называют мягкой хотя для этого есть другой класс это как раз тот случай когда вы по большому счету оборачиваете указатель или strong reference в данном случае reference на activity например вот этот не strong reference храните то есть прямой указатель а weak reference слабый причем его прелесть в том что указатель который хранится внутри weak reference является доступным для garbage collector то есть объект на который он указывает может быть память выделена для него может быть освобождена в том случае если например на этот объект нет других strong reference или строгих или сильных указателей называйте как угодно в общем и целом мы можем вообще в download task по большому счету хранить weak reference который инициализируется указателем на activity в конструкторе и в общем и целом не вызывать здесь attach activity потому что в любом случае когда старый instance будет удален будет вызван метод destroy поскольку у нас activity будет храниться внутри weak reference мы соответственно этого activity не будем удерживать единственный момент что ну то есть давайте напишем быстрее написать чем говорить например например здесь у нас будет храниться peak reference на activity вот назовем его reference соответственно здесь мы будем хранить который будет инициализирован activity вот соответственно здесь у нас будет происходить ровным счетом то же самое вот ну единственный момент что здесь написать получение собственно да что ж такое activity activity ref нет вот так вот что что мы видим да вот видно что он каждый раз будет у нас пересоздаваться вначале в конструкторе потом при вызове метода attach соответственно здесь мы обращаемся к этому вик-референсу и прочим его отдать нам собственно на референс который он хранит на activity если к этому моменту времени activity не был удален из памяти с помощью garbage collector то нам вернется указатель на activity из этого вик-референса и пока мы этот указатель будем удерживать внутри метода update view activity не удалиться соответственно у него мы сможем обновить соответственно пользовательский интерфейс но тут есть подводные камни то есть вроде казалось бы совсем не храним ссылку на activity но тем не менее подводные камни есть в javi на самом деле время момент запуска гарбич коллектора по большому счету неизвестно а вот жизненный цикл activity нам вполне четко определен если по какой-то причине activity еще память которая была для нее выделена в момент обращения к вик-референсу не будет освобождена и activity еще будет в памяти жить но при этом метод он destroy в этой activity уже был вызван даже получив здесь указатель на activity попытавшись обновить текст view например или progress bar view в общем случае что мы получим в результате неизвестно потому что если к этому моменту времени activity будет детачнуто то есть грубо говоря по большому счету она будет удалена из windows менеджера то скорее всего здесь будет exception какой-нибудь legal state или еще что-то в этом духе то есть казалось бы мы совсем не храним ссылку на activity для того чтобы не допустить утечек памяти и не оставить висячие инстанции activity используем вик-референс но тем не менее надо всегда понимать что поскольку garbage collector это вещь в себе то в данном случае лучше так не делать и собственно опять же приходим к тому моменту что самая правильная реализация по большому счету была изначально никаких вик-референсов нам не надо вот мы должны всегда хранить строгий указатель на activity потому что его жизненный цикл внутри таски будет определяться между вызовом метода on create и вызовом метода onretain configuration instance вот собственно и все то есть такие вот подводные камни это мы удалим потому что неправильно ну вот ладно давайте вернемся к нашим слайдам осталось уже совсем немного это мы с вами проговорили по большому счету лодеры лодеры это по большому счету следующая версия 7 task которая позволяет более эффективно в плане например решения проблемы жизненного цикла который мы с вами так долго разбирали работать с фоновыми задачами и взаимодействовать с фоновыми задачами главным потоком плюс async task loader по умолчанию даже не по умолчанию выполняет все задачи на пуле потоков async task как я уже говорил по умолчанию использует single thread это не handler thread но это тоже один поток немножко по-другому реализован в смысле взаимодействия с ним но тем менее все задачи выполняются именно на нем если не заявлено противного а именно не вызван метод execute он там track pool я сейчас уже точно не помню ну и еще какое основное отличие единственный момент связан с тем что он не очень хорошо хотя может быть сейчас уже есть документация но она такая не очень понятная прозрачная для взаимодействия с лаудерами используется соответствующий лаудер менеджер например если вы используете лаудеры в фрагментах на самом деле лаудеры реализованы таким образом что вы на самом деле можете шарить один и те же лаудеры между разными фрагментами то есть переиспользовать ну там достаточно много преимуществ но по большому счету назначены они для решения одних и тех же задач rx java помимо rx java это open source framework который является еще более высокоуровневой надстройкой или абстракцией но не над там асинг тасками и так далее который имеет грубо говоря ну не свой синтаксис своей шаблонной который рекомендуется для использования базируется на так называемых callback или обсерверах которые вызываются обсерверы это грубо говоря обработчики ну или callback которые вызываются из самого фреймворка когда данные готовы ну и например позволяет кроме всего прочего при инициировании выполнения задачи например указать каком потоке на каком потоке будет выполняться загрузка данных в каком потоке будет вызван callback то есть все это конфигурируется достаточно коротко гибко ну и удобно вот собственно в джитхабе есть большой проект с реактивщиной вот ну я честно скажу я ее очень редко пользуюсь есть еще много на самом деле достаточно много сторонних фреймворков которые призваны решать одни и те же задачи но с моей точки зрения в общем того инструментария который есть в самом android sdk его более чем достаточно чтобы решить любую задачу так все это был последний слайд спасибо за просмотр спасибо за просмотр и субтитры и субтитры и субтитры Продолжение следует...